всех приветствую вот такой проект предстоит сделать это баня с комнатой для отдыха даже кот сидит он это проект накидал заказчик что он хочет сделать что он хочет видеть в итоге такая парилочка должна получиться интересная душевая ну и смотрим как это все было перед баник здесь будет котел стоять душевая выставили маяки вот здесь вот такой слой 7 сантиметров здесь будет бак и топорил к так что будут преображения здесь в этой бане вот котел тут будет стоять штукатурим штукатурим прибили сетку сварная сетка 5 на 5 ячейка оставили вот зазор добавляем в раствор фибра микрофибру вот видно раствор цемент песок мешаем в этой баде и штукатурим вот микрофибра если кому интересно подготовили под стяжку пол стены поштукатурили напоминаю здесь будет бак от котла типа косвенного нагрева чтобы можно было пользоваться горячей водой из него здесь тоже тра стяжка пола сетка сварная ячейка 10 на 10 2 тропа через стенку выходит слив там дальше уже заказчик будет или так оставлять или там делать дренаж это уже он сказал разберется тропы выставили по лазеру все ровно стены здесь вот помним было толстый слой и закидывали за три раза вот сейчас уже примерно закидали еще планируем наклеить сетку армирующую фасадную ну клеем позабивать эти поры тогда уже гидроизоляции мазать так что еще на потолок сгнил разобрали так что сейчас будем выставлять маяки здесь в комнате отдыха люк в подвал на эту толщину придется заливать стяжку потому что он хочет сравнять с порогом порог сбивать не будем так что здесь сейчас будем натягивать струны для стяжки заливать потом здесь сверху еще крышку сварим чтобы она поднималась можем было туда спускаться вот такая ситуация здесь штабиатурим почти тоже толстенький слой вот за два раза закидаем и откос тут уже все станет дверь перемычку окно туда ставить так что по чуть-чуть продвигаемся так натянули струнные маяки здесь точно так же сейчас будем клеем забивать под струну а потом уже тянуть как застынет клей аккуратненько шпателем не спеша клей плиточный потому потом этим же плиточным клеем будем стягивать пол вместо стяжки так как там возле котла вообще на ноль почти выходит и поэтому стяжка в мешках готова не подходит она вот сантиметра можно заливать а клеем можно на ноль выйти вот поэтому заказчик принял такое решение что все-таки он будет клеем выйдет чуть чуть дороже вот замешали клей уже на следующий день как струны наши застыли просто выливаем и правилом как обычно тянем по струнам уже процесс я не снимал так как видео по стяжке есть хотел показать что именно клеем тоже можно тянуть стянули две стороны и осталась центральная часть укладка плитки на пол тоже процесс не снял и то жаль конечно но не было времени нужно было срочно уже делать заканчивать поэтому не получилось снять процесс ну я думаю если будет еще такой заказ какой-нибудь то обязательно сниму стены после штукатурки обязательно погрунтовали погрунтовали и нанесли гидроизоляционный слой парилки фольга типографная обили все стены уже поверх утеплителя вот прибыл прибиваем блокхаус на каркас деревянный метов в душевой плиточка такая темная одна стена светлая интересно получилось красивенько на потолке уэсби это бак косвенного нагрева от выхлопной трубы от котла трапы такие какие купил заказчик такие поставили там две плитки еще доклеим стек хороший уклон где-то сантиметра полтора на длину эту в целом хорошо стекает пусть и покрасим белой краской на водной основе вот оттуда с угла стек идет один это второй уже рез плитки пошел на углах откоса алюминиевый уголок на подоконнике плитка это же плитка 60 сантиметров так собрали полки вот такой вот просто как стол пока еще видно здесь будем обшивать дальше просто подставки просто подставки ноги закреплено в стену через бабушки через проставки и здесь тоже щель есть здесь есть щель сантиметра полтора зазор между полками досками полтора сантиметра всего здесь семьдесят один сантиметр шириной полки здесь полок сорок сантиметров тоже через полтора все подставка ноги здесь будет на две доски здесь внутри здесь 30 сантиметров здесь 20 все здесь будем обшивать наличником вот таким вот наличником с щелями и свет два света один светит прямо один в эту сторону вот такие полки сейчас буду зашивать покажу как это все делаем коротко еще покажу панно можжевельника сделано с подсветкой типа двухуровневый потолок всего здесь где-то 2.05 высота метр полки и там метр 05 высота где паришься 3 светильника 3 светильника солевых окошко 40 на 30 ну еще дверь стеклянная деревянная вот такая дверь не белая она чуть-чуть затонирована коричневая здесь магнит очень классно закрывается здесь через резинку типа амортизатора такого классно работает такое решение так здесь бак за плитой бак он открыт мы еще здесь планируется вырезать под вентиляцию здесь выход теплого воздуха где-то здесь внизу будет вход ну то есть приточной вентиляции здесь за счет вентиляции теплый воздух будет выходить будет тянуть за собой голодный здесь решили наличники не оставить деревянные поставили алюминиевые планки т-образные вклеили в щель между плиткой то есть это сразу заранее было продумано и щель между плиткой и дверью была минимальная по-моему даже до 5 миллиметров такое решение здесь подсветка вся ну то есть как-то обыграли этот угол обыграли этот бак ну что как-то более-менее смотрелось нормально дверь такая же стеклянная но комплектация уже похуже там смотрите алюминиевая ручка классно стильно смотрится здесь две деревянные магнит здесь магнита второго не было чтобы была просто шайба дверь держится очень легенько очень легко как-то странно комплектация конечно ну так здесь стекло оно матовое пескоструй все здесь просто прозрачный вот таким вот образом решили сделать здесь вот блок хаос сороковый то то есть то есть 18 по-моему толщина 40 миллиметров вагонка 14 то есть то 40 миллиметров ширина вагонки ну ну и вот как говорится ожидание реальность в итоге что получилось у нас бак у нас с подсветкой с двух сторон ведерочка висит потолок белый покрашенный такой вариант полка душевой трап ой душевой тропический душ лейка стеклянные двери ну трап да трап конечно хотелось бы чтобы был длинный под стеной вообще было бы классно смотрелось ну так дверь стеклянная без наличников как я уже говорил ну вот такая парилочка получилась солевые светильники панно можжевельника котел бак с водой на котле сверху который греет в стене вот здесь за стеной слева наш бак в стене врезан тоже прикольно бак на 80 литров так что помните проект какой был да и вот как получилось в итоге ну в целом вообще мне понравилась эта работа кстати на потолке огнеупорный по-моему гвл или гипсоволоконный какой-то там панель которая специально а а асбистоволоконная вот чтобы потолок не грелся снизу кстати вагонка не доходит до пола чтобы она не чернела от влаги там идет порожек из плитки такой типа плинтуса в принципе его не видно в глаза не бросается ну и практично что плитка не темнеет от сырости вот такой вот результат получился в парилочке это комната отдыха тоже помните как была нарисована на проекте на компьютере ну вот в итоге как получилось в целом тоже классно вот здесь телек будет прямо висеть стол и вазик очень интересно получилось это вход в подвал ручка такая импровизированно быстрая просто вставляется эта ручка проворачивается и там на конце и поднимается дверь дверька получилась тяжеленькая поэтому нужно ставить газовые эти амортизаторы типа как на крышке багажника автомобильной так что здесь тоже плиточка вот так получилось спасибо 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 спасибо